В рамках предстоящей декады будут проведены ставшие уже традиционными благотворительные социальные акции, направленные на поддержание здоровья пожилых людей и уход за ними. В течение всего октября будут проводиться благотворительные праздничные обеды, участник которых станут почти 2500 человек. Не менее важным аспектом декады пожилых людей станут мероприятия по социализации представителей старшего поколения. В частности, для них будут организованы курсы обучения компьютерной грамотности в рамках проекта «Интернет-долголетие» университета третьего возраста. Запланирована целая серия спортивных состязаний по плаванию, футболу, бильярду. Хочу напомнить, что в Казани созданы все условия для занятий спортом не только во время декады пожилых. В рамках программы «Майя Казань» объекты универсиады доступны для безвозмездного посещения по воскресеньям с 8 до 14.00. С начала 2016 года их посетили более 17 тысяч человек пенсионного возраста. Также большинство муниципальных спортивных комплексов города представляют возможность пенсионерам для бесплатных тренировок по плаванию, баскетболу, волейболу, по оздоровительной гимнастике. Уточнить расписание и записаться на тренировку можно непосредственно в спорткомплексе. Предстоящая декада – это еще одна возможность разнообразить досуг наших пионеров. Во всех районах города будут организованы культурные мероприятия, концерты, выставки, чаепития. 1 октября казанские пенсионеры смогут посетить муниципальные музеи «Тысячелетия Казани», «Баки-Урманче», «Константина Васильева», а также «Казанский зоопарк». Традиционно крупнейшие кинотеатры города, среди которых «Синема», «Киномакс», «Мир» и другие, организовывают благотворительные показы фильмов. Билеты можно будет получить в районных администрациях, советах ветеранов и общественных объединениях. Душевная традиция чествования юбиляров супружеской жизни, отметивших золотые и бриллиантовые свадьбы, пройдет и в этот раз в центре семьи Казан. Продолжение следует...